всем привет друзья вы на канале digital shaman меня зовут иван сегодня у нас в гостях объектив tamron 35 150 миллиметров речь пойдет конкретно об этой модели которая для e-mount sony что же собственно не так с этой линзой здесь помимо загрязнений на разных линза блоках есть еще один момент который меня очень сильно удивил цель на для этого поставлю микрофон поближе к самому объективу крип и писк издает вот это кольцо его необходимо снять очистить от загрязнений ну и также попутно очистить переднюю линзу и здесь еще не устранить небольшой люфт на барле передней линзы который появился и в общем то исходные кадры я уже сделан этот объектив объектив в целом работает ну в общем то вот такая вот задача на сегодня поехали итак вот это место где-то все скрипит я еще резинку не снимал скрипит очень сильно итак я отцепил кольцо от самого трансфокатора а скрип продолжает быть есть у меня вот такие съемнички для колоров их сам сделал и они просто очень хороши для вот таких вот работ берешь аккуратненько достаешь и хоть не знаю хоть много раз это сделать и они будут в отличном состоянии и так убрал я эти колорчики давайте посмотрим будет скрипить или нет да ладно скрипит друзья скрипит ну давайте с ними тогда совсем чтобы она тут не скрипела но скрипит она потому что суда набилось такое количество грязи что уже пыльзащита просто не справляется по всему периметру вот такие загрязнения и такие штуки спиртиком промывать нельзя итак и Сейчас пробежим по коларам геликоида и перейдем к коларам барреля передней линзы. Здесь я уже посмотрел кое-что и вам покажу сейчас. Итак, мы смотрим вот здесь первые два колара в верхнем ряду. Этот хорошо, этот хорошо. Небольшие там движения могут быть. Это для пластика в принципе норм. Видите, это нормально. А вот где ненормально, так это вот здесь. То есть вот мы смотрим вот сюда. Видите, насколько сильно ходит туда-сюда. Вот это уже ненормально. Причем вот эти вот коларчики держат уже линзу. Ну это просто колар, который движется вдоль геликоида. А этот вот опять, который держит линзу. Здесь тоже качание. Вот этот люфт уже имеет значение и на широком углу он будет проявляться. И вот еще. Видите, это уже имеет значение. Ну а это колар барреля передней линзы. И здесь вы можете увидеть небольшой блестящий прямоугольник. Вот с этой стороны. И вот с этой стороны. Диаметрально противоположная сторона тоже блестит. Такие вмятины получает объектив в результате либо длительной эксплуатации, либо удара по баррель передней линзы. На всех трех коларах это присутствует. И только на коларе 3 он более отчетливо виден. Не знаю, здесь видно, не видно. Отчетливо виден. Вот он. Сейчас мы разворачиваем на 90 градусов эти коларчики. И баррель передней линзы снова находится в рабочем положении. Ну а это уже развернутый колар. Ну вот и теперь, когда колары развернуты, можно посмотреть, как выглядит положение этих коларов. Двигаю. Видите, как плотненько? А я двигаю. Отлично. Линзу здесь необходимо почистить. Мы видим, что здесь вот загрязнение. Ну и начнем, пожалуй. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Объектив полностью забран и уже настроен. За кадром проделался работа, а сейчас вам показываю, как работает. Хоть быстро, хоть медленно. Все с одним звуком. Качание с барли передней линице ушло. Как на этом, так на этом и на этом коларе. За кадром сделал еще тесты на бесконечность и по таблице. Тоже до результатов на бесконечность. То на 35 мм она была вот такая. На 150 мм была вот такая. Это максимальное приближение. Ну а стало вот так. Линзу по максимуму почистил, но я не удивлюсь, что через буквально несколько трансфокассов опять чего-нибудь нападает. Потому что под этой частью часто скапливается большое количество грязи. Вот пока я снимал вам видео, одна вот уже откуда прилетела. И она с внутренней стороны. А вот это через полчаса тестов трансфокации. Вы видите, вот здесь и вот здесь появились. Итак, все, я убрал их оттуда. Сейчас у нас все чистенько. Вот и готов объектив и в ближайшее время он отправляется к владельцу. В этом видео я использовал для чистки стекол ProKit 1 и SmallKit 1. Зеленая жидкость это была она. Также зеленая жидкость участвовала в этом видео как вещество, которым я очищал корпусные части камеры. И резинки тоже. Ну а я напоминаю, что самый лучший способ поддержать канал это приобретение наборов. По ссылке в описании. С вами как всегда был я, Иван. Канал Digital Shaman. Всем вашим близким и родным крепкого здоровья в эти холодные осенние дни. Ну и лайк, подписка, комментарий. Всем пока!